Всем привет, друзья! В этом видео по просьбе наших зрителей расскажу о двух эффективных способах борьбы с белокрылкой. В свое время белокрылка нам слишком досаждала, мы теряли урожай частично, иногда приходилось много выбрасывать из-за повреждения этим вредителям. Но, думаю, информация, которую я вам сейчас расскажу, вам пригодится. Итак, пару слов, что такое белокрылка и в чем ее опасность. Друзья, это маленькая бабочка размером до 2 мм. Если она еще не распространена на участке, летают отдельные особи, то заметить ее довольно-таки сложно. Но, когда она размножается, просто могут в теплице, либо в открытом грунте летать тучи. Особенно, когда прикоснешься к листу и на нижней поверхности листьев, просто оттуда вылетает белое облако. Друзья, вот несмотря на то, что она маленькая, как бы такая нежная по внешнему виду, но за свою жизнь короткую белокрылка способна наплодить 300 особей, потомство. Поэтому размножается она мгновенно. Бороться необходимо начинать с самого начала. Причем белокрылка всеядна, она может успешно поглощать наши культурные растения. Особенно любят томаты, огурцы, перец, баклажаны, некоторые другие. Но также она с успехом может где-то размножаться незаметно от нас в уголке на сорных растениях. Где-то, где мы пропустили сорняки. Поэтому убирайте лишние сорняки со своих участков. Это будет хотя бы небольшой такой профилактической работой, которая задержит развитие белокрылки на вашем огороде. Но хотя это не застраховывает полностью от ее появления. Может развиваться успешно у соседей, потом перелететь к вам. Либо наоборот от вас к соседям. Это очень-очень такой грозный вредитель, несмотря на свой маленький размер. Чем же вредит белокрылка? Она питается соками растения при большом развитии, при развитии большой популяции. Она до такой степени истощает соковые запасы растения, что растение затормаживается в своем развитии. И вообще может погибнуть в конце концов. Ни о каком большом урожае и качественном речи в таком случае, конечно же, идти не будет. Друзья, но это не единственный минус или не единственная опасность, исходящая от белокрылки. Опасность также в том, что на продуктах жизнедеятельности белокрылки, которые после нее остаются, с успехом размножается сажистый гриб. Это такой черный налет. Размножаясь, он забивает поры, через которые растение дышит. И у растения нарушается газообмен или дыхание. Растение, опять же, замедляется в развитии и может в некоторых случаях, особо опасных, погибнуть. Два способа борьбы. Это химический способ, который мы использовали, весьма эффективно. И биологический. Друзья, давайте начнем с химического. Это польский препарат Тепики. Я о нем когда-то уже рассказывал в свое время. Применяется из расчета 4 грамма Тепики на 10 литров воды. Препарат системного способа действия, то есть при нанесении на листовые поверхности, либо на стебель, он проникает внутрь растения, разносится с внутриклеточным соком по растению. Белокрылка, в свою очередь, пытаясь напиться этого сока, поглощает Тепики в себя. Перестает осуществляться у нее пищеварение в течение непродолжительного времени. И в течение нескольких дней она погибает. Не ждите, что через час она вся осыпется. Друзья, несколько дней она еще может осуществлять свою жизнедеятельность. Тепики гораздо эффективнее применять в баковой смеси с каким-либо прилипателем. Друзья, вот при использовании совместно Тепики и прилипателя эффективность этого препарата возрастает примерно в полтора раза. Это не сложно сделать, добавить в баковый раствор прилипатель, но эффект будет намного выше. Поэтому не пренебрегайте, пожалуйста, этим. Обработку лучше всего проводить либо рано утром, либо вечером в сухую погоду. Чтобы препарат не был сразу смыт дождем, либо чтобы листья не были еще мокрые. Срок ожидания 2 недели. К сожалению, нежелательно, крайне нежелательно проводить обработки этим препаратом по клубнике во время плодоношения. Либо по огурцу, когда через день мы срываем огурцы, друзья. 2 недели выждать, но это потерять урожай. Понятное дело, такое нам не нужно. Но есть другой способ, как провести обработку во время плодоношения. В этом нам помогут биологические препараты, которые тоже доказали свою эффективность. Но биологические препараты необходимо применять регулярно. Регулярно в течение вегетации. Первый препарат это баверин. Он эффективно помогает от белокрылки и трипса. Составляем баковую смесь из расчета 300-500 мл баверина на 10 л воды. И обработки проводим в теплую погоду, чтобы температура воздуха была очень желательна не ниже 20 градусов. При 13-15 градусах эффективность вот таких обработок биологическими препаратами очень-очень низкая. Поэтому, друзья, 20 градусов и выше. И второй препарат это препарат вертицилин. Та же самая норма внесения в баковый раствор 300-500 мл. Но вертицилин помогает от белокрылки и тли. То есть, если баверин, белокрылка и трипс, то вертицилин, белокрылка и тля. Кратность применения биологических препаратов 7-14 дней. Это периодичность. Вот весь период вегетации. Можно ими работать. Абсолютно никакого вреда. Не для нас, не для растений не будет. Гриб безвредный для растений. Безвредный для вас с нами. По сути, обработали ту же клубнику. Через несколько часов вы, помыв ее, можете свободно употреблять в пищу. Когда составляете баковую смесь, обращайте внимание на качество воды, которую вы будете использовать для листовой обработки. Если у вас жесткая вода, то ее необходимо смягчить. Для смягчения жесткой воды есть специальные препараты. Об одном из них я недавно рассказывал на своем видео, друзья. Но смягчить можно также внесением 2-5 грамм лимонной кислоты на 10 литров воды. Как узнать, что вода у вас жесткая? Обратите внимание на внутреннюю поверхность чайника, в котором вы кипятите воду. Если есть солевые отложения, значит уровень солей жесткости в вашей воде достаточно высокий. Если хотите более точно узнать степень жесткости воды, отправляйте воду на анализ в специализированную лабораторию. Но я знаю, что дачники, огородники такое редко когда делают. Поэтому ориентируйтесь либо на солевые отложения на чайнике, либо лакмусовая бумажка. Проверяйте pH воды вашей. Если высокий pH, вот высокий pH и наличие солей жесткости в воде, они взаимосвязаны. Если в воде много солей жесткости, то у воды, скорее всего, будет очень высокий pH. 7 и выше. И наоборот, если вода у вас высокощелочная, то, скорее всего, в вашей воде много солей жесткости. Кто-то спрашивал, какая взаимосвязь между наличием солей жесткости и высоким pH. Вот я думаю, сейчас на этот вопрос ответил. Это очень сильно взаимосвязано. А на этом видео закончу. Желаю вам не сталкиваться, прежде всего, с белокрылкой. Но если уж столкнулись, попробуйте какой-либо из предложенных мной способов. Нам они помогли. Надеюсь, помогут и вам. До свидания. До новых встреч.